Добрый вечер всем! Я являюсь сейчас исследователем в институте общества Макса Планка в Германии. И сегодня я вам расскажу, что сейчас происходит в современной астрономии, над чем сейчас работают ученые и какие у нас есть нынешние проблемы и какие последние важные результаты, связанные с учением Вселенной. Я вам постараюсь сегодня представить. Я на такое общее название дал нашему докладу «Химическая эволюция Вселенной». Мы начнем. Важный месседж, который вы должны взять с моей сегодняшней лекции, то, что все химические элементы, которые мы с вами видим вокруг себя, это железные поручни, углерод, кремнии в ваших мобильных девайсах, гелий. И вообще все, что окружает нас с вами сейчас на Земле, мы с вами тоже все сделаны из вещества, которые являются результатом нуклеосинтеза, который произошел и происходит в звездах. А если вам интересно, то давайте начнем разбираться в это более детально. Во-первых, мы все с вами знаем прекрасно с уроков химии, что материя состоит вся из атомов. Если мы посмотрим на и типичные размеры атома, это 10 минус 8 сантиметров. Если мы пойдем на масштабы еще меньшего размера, то мы с вами уже говорим о том, что атом у нас состоит из ядра и электрона. Если мы с вами пойдем на еще более меньшие масштабы, то мы уже говорим о том, что ядра атомов, которые стоят из протонов и нейтронов, они стоят еще из более меньших по масштабам элементарных частиц, которые называются кварками. И далее уже комбинируя количество протонов, нейтронов, электронов, мы с вами можем собрать нашу самую хорошо известную с уроков химии таблицу Менделеева. И, конечно же, у нас возникает вопрос, как у нас, например, железо вообще возникло во Вселенной, водород, простите, или гелий, или кислород, который мы с вами вдыхаем вместе с воздухом и вдыхаем углекислый газ, который содержит углерод. Чтобы понять происхождение химических элементов, нам с вами нужно отправиться на 13 миллиардов лет в прошлое, в тот момент, когда все началось. Здесь вы на графике можете видеть, а здесь можно выключить, может быть, немножко свет, потому что некоторые детали на графике не очень хорошо видны из-за контраста. Да, так лучше, спасибо. Значит, здесь вы можете видеть на графике схему того, как эволюционировала Вселенная. Значит, мы с вами сейчас сидим вот здесь, в эпоху, когда у нас с вами уже есть галактики и звезды, а 13,6 миллиардов лет назад примерно, значит, у нас произошел такой некоторый процесс, который называется Большой Взрывом. Вселенная в этот момент была очень плотной, очень горячей. И мы сейчас рассмотрим то, что происходило в первые три минуты. Значит, Вселенная начала очень быстро расширяться, расширялось вместе с этим пространство, и изначально температура Вселенной была очень высокой, она была очень плотной, поэтому не было никаких привычных атомов, там, электронов и протонов. Простите. Значит, у нас была так называемая, как говорят люди, которые занимаются физикой высоких энергий, кварглюонная плазма. Это такое состояние вещества при очень большой температуре, когда у нас с вами нет протонов, нет нейтронов, у нас такая каша, которая стоит, и вот из этих всех фундаментальных частиц, которые у нас при тех больших температурах не распадались. Значит, у нас вот там есть кварки, хорошо нам знакомый электрон, нейтрино, и у нас четыре фундаментальных взаимодействия. Вот глюон — это у нас переносчик ядерного сильного взаимодействия, фотон — это переносчик электромагнитного взаимодействия, то, что мы с вами глазами воспринимаем. И у нас есть, значит, у нас бозон векторный, значит, WZ, которые ответственны за слабое ядерное взаимодействие. И, значит, вот эти частицы образовались в масштабе времени примерно 10 минус 10, одна секунда после того, как у нас, когда происходит так называемый большой взрыв. Значит, касательно исследований состояния вещества, в таких экстремальных состояниях при больших энергиях у нас, например, проводятся эксперименты на Большом адронном коллайдере. Здесь, мы представили, такая схема. Это такой огромный кольцевой ускоритель, где у нас ускоряются протоны на встречных пучках. И под землей это все происходит на глубине больше 100 метров. У нас сталкиваются частицы при очень больших энергиях, и рождаются их огромное количество. И ученые с помощью огромных детекторов размером создания этого университета пытаются понять, как же вела себя материя, при каких экстремальных состояниях. Так что же происходило касательно образования элементов во Вселенной? Значит, здесь представлена схема того, как у нас происходили первые реакции. Значит, Вселенная начинает расширяться, охлаждается, и постепенно кварки начинают склеиваться друг с другом и образовывать нейтроны, нейтрально заряженная у нас частица, и протоны, положительно заряженная частица. Они начинают друг с другом сталкиваться, сливаться, образует ядро дейтерия. Оно дальше взаимодействует с протоном, и в конце концов у нас после всей цепочки реакции у нас есть гелий, есть немного бериллия и лития. И это все происходит в первые 3 минуты, в самом начале. И это длится всего лишь 3 минуты. Значит, как мы вообще об этом можем судить из наших представлений? Так вот, дело в том, что реакции закончились первые 3 минуты после начала Большого взрыва. Вселенная продолжила расширяться дальше, охлаждалась, и спустя примерно 375 тысяч лет температура Вселенной достигла нескольких тысяч градусов. И она стала абсолютно нейтральной. У вас остался газ, от которого отделилось излучение. И вот это вот излучение, оно распространяется потом через все галактики, и мы его наблюдаем прекрасно. Вот здесь представлена карта так называемого микроволнового излучения. Оно пройдет со всех сторон неба, имеет температуру примерно минус 270 градусов. И вот перед вами данные с космического телескопа Планк, который померил с большой точностью эту температуру. Вот видите, здесь есть некоторая рябь, есть такие вот горячие, значит, чуть более горячие, чуть более холодные области. Разница в температурах вот этих вот, вот этой вот ряби, которая была примерно 400 тысяч лет после Большого взрыва, она составляет порядка 10 минус 5. Но вот эта рябь, она несет очень важную информацию, потому что вот эти вот флуктуации небольшие, они потом из-за расширения Вселенной превращаются уже в настоящие галактики. И вот по результатам наблюдений удалось померить плотность обычной материи, которая состоит из атомов. Она представлена такой вот красной вертикальной кривой, а вот здесь линиями оранжевой, зеленой, синей, значит, представлены теоретические модели, как ученые, значит, считали на суперкомпьютере, решая сложные физические уровни, значит, с учетом ядерных реакций. И вот наблюдение и эксперимент у нас совпали для некоторого параметра. И вам, вы отсюда сразу узнаете количество лития, которое образуется во время большого взрыва, количество гелия, диетерия. Но у нас возникает вопрос. Если вы посмотрите вокруг, значит, измерите количество, значит, химических элементов, у нас с вами здесь полная таблица Менделия, вот здесь вот представлен атомный номер, а здесь распространенность того или иного химического элемента в некоторой логарифмической шкале. То есть, значит, тогда, после большого взрыва, через 400 тысяч лет у нас с вами имеется только вот несколько элементов, а сейчас у нас их целый зоопарк. И, конечно же, возникает вопрос, как уже эти элементы образовались. Стоит отметить, что я в своем докладе буду касаться только обычной материи. Сейчас астрономы хорошо установили, и это хорошо известно, что если представить Вселенную в виде такого большого пирога, то 69% всей массы этого пирога приходится на так называемую темную энергию. Это все еще неясное для астрономов и физиков свойство нашей с вами Вселенной. Оно отвечает за то, что Вселенная расширяется с ускорением, и чем больше времени проходит, тем галактики разбегаются быстрее и быстрее друг от друга. Значит, потом у нас есть так называемая темная материя. Она составляет 26% от наблюдаемой массы Вселенной. Суть ее в том, что темная материя... Почему она вообще темная? Во-первых, потому что она никак себя не проявляет за счет испускания или поглощения света, и мы судим о ней только благодаря тому, что она создает дополнительную гравитацию. И без темной материи у нас, оказывается, не удается объяснить то, как по Вселенной успевают сформироваться структуры, галактики, звезды, которые мы с вами можем лицезреть на ночном небе. И вот 5% у нас это обычная материя, это звезды, это галактики, это пыль, планеты, и мы с вами. Только очень маленький процент. Я буду касаться лишь вот этой маленькой части. Но и она тоже полна сюрпризов. Значит, теперь Артур Эдингтон еще в начале прошлого века, это английский астрофизик, пришел к очень фундаментальному воведу. Он предположил, что источником энергии в звездах являются термоядерные реакции. Вот здесь на схеме представлено наше с вами Солнце. Это вот внешняя часть. А вот в центре у нас есть солнечное ядро, где при температуре свыше 10 миллионов градусов у нас происходит термоядерное горение водорода. Если посмотреть на это более детально, здесь есть некоторая цепочка ядерных реакций. Я, значит, попрошу вас не пугаться страшных символов. Значит, суть в том, что у нас с вами изначально есть водород, и в каждую секунду у нас с вами 600 тонн водорода участвуют в термоядерной реакции. Из этого огромного количества энергия, за счет которой с вами светит Солнце, по форме Эйнштейна, из этого огромного количества водорода свыше 4 миллионов тонн водорода превращается в чистую энергию, за счет которого светит наше с вами Солнце. Результатом этой реакции у нас является гелий. У вас, конечно, может возникнуть вопрос, а вдруг на Солнце у нас кто-нибудь сидит, там жжет какие-то дрова либо нефть в продолжительное время, подкидывает дровишки в печку, и за счет этого у нас Солнце светит. Ну, просто дров это очень много. Значит, естественно, это стало большим вопросом. Многие стали говорить о том, что, возможно, источником энергии в звездах могут быть радиоактивный распад с выделением энергии. И буквально недавно ученые сумели доказать, что в центре Солнца идут термоядерные реакции. Сумели они доказать это, наблюдая особые частицы, они называются нейтрино, они возникают в результате цепочки ядерных реакций с образованием водорода. Вот тут я с кружочками обозначил, значит, нейтрино. Вот можно решить такую задачу, там дать первокурснику решить задачу, посчитать, сколько нейтрино вообще выделяется в результате термоядерных реакций на Солнце. И вот ответ окажется такой, что в каждую секунду, прямо сейчас через кончик вашего носа, пролетает около 10 миллиардов нейтрино. Это просто чудовищное количество в каждую секунду. Но проблема... Почему мы их не ощущаем? Ответ очень простой, потому что частицы эти очень-очень маленькие, и они с очень маленькой вероятностью взаимодействуют с обычным веществом. У них очень маленькая, как говорят, физики сечения рассеяния. Вот чтобы их увидеть, вам нужен некоторый детектор, некоторый объем какого-нибудь вещества в абсолютной чистоте, чтобы... Детектор такого реагента, который будет реагировать с нейтрино. И чем больше у вас объем этого вещества, тем больше вероятность провзаимодействовать, значит, реагенту с нейтрино. Значит, идея очень простая. На эксперименте, значит, люди заметили, особенно на экспериментах в ядерных реакторах, значит, некоторое такое странное свещение вокруг, значит, радиоактивный элемент. Здесь вот фотография ядерного реактора. Внизу, значит, у нас находится радиоактивный элемент, а вот такое вот синее свечение. Оно называется свечением Вавилова-Черенкова. Оно возникает из того, что из-за радиоактивного распада у нас тоже возникают некоторые частицы, и скорость их движения в воде оказывается больше, значит, скорости света для данной среды. Из-за этого частицы, значит, испускают такое свечение, он называется Черенковским излучением как раз. И вот, значит, люди начали строить с 70-х годов специальные обсерватории, чтобы наблюдать такое вот излучение, которое связано с нейтрино. Значит, для этого, например, японцы взяли шахту на глубине нескольких километров под землей. Огромный резервуар. Они покрыли поверхность этого резервуара вот таким вот количеством, огромным количеством стеклянных шаров. Внутри каждого стеклянного шара есть такой специальный детектор, который чувствителен к свету. И вся вот эта вот емкость у нас заполняется дистиллированной водой. Вот вы тут можете видеть людей, они вот на лодочке вот так вот плавают, проверяют, чтобы каждый детектор работал. Значит, вся эта штука держится в полной темноте, значит, и ведется отчет. То есть у вас, например, раз в несколько дней может нейтрино провзаимодействовать, будет вспышка света, и благодаря тому, что у нас очень большое количество этих самых светочувствительных элементов, мы можем реконструировать направление прихода частицы. Вот это упражнение было сделано, за это людям дали Нобелевскую премию в 2015 году. А вот здесь вы можете видеть портрет Солнца в лучах нейтрино. То есть представьте, что мы с вами воспринимем чего не к видимому свету, а к нейтрино. И вот в таком виде Солнце выглядело бы на все небо. Вот здесь вот развертка в 90 градусов, вы себе представьте. А вот в центре белым кружочком показан видимый диаметр Солнца глазом. И вот видите, что Солнце, оно очень-очень яркое, значит, в этих лучах нейтрона, нейтрино, простите. Значит, то есть мы с вами убедились в том, что термоядерные реакции все-таки идут в центре Солнца. У нас образуется водород, значит, вылетает нейтрино. И возникает вопрос, а что же дальше будет происходить? Хорошо, вот у нас гелия образуется. А как же с остальными элементами? И вот ответ такой, что, значит, во-первых, значит, это у нас с вами Солнце. Запасы водорода у него ограничены. Еще на несколько миллиардов лет. А потом Солнце, особенно центральные части Солнца сожмутся, ядро Солнца нагреется, а внешние части раздуются, и Солнце превратится в звезду, так называемый красный гигант. Внешняя температура у него не такая высокая, как у нынешнего Солнца, а зато в центре температура довольно-таки высокая, и начинается уже у нас с вами горение гелия. Оно длится уже чуть меньше, около одного миллиарда лет, и энерговыделение не такое сильное, как при горении водорода. Горение водорода самое вообще эффективное. И поэтому, когда люди говорят про будущее термоядерного синтеза управляемого, они всегда говорят о синтезе именно водорода, потому что это самый энерговыделяющий процесс. Солнце потом будет сжигать в центре гелий, образовывать кислород и углерод, а в конце оно сбросит свою внешнюю оболочку, она разлетится в межзвездную среду, разбрасывая водород, оставшийся в оболочке, гелий, возможно, кислород и углерод немного, а оставшееся ядро, которое доминирует с кислородом и углеродом, сожмется до размеров примерно Земли и превратится вот в такую звезду, которая называется белый карлик. Это очень плотная звезда, которая в дальнейшем будет просто остывать. И сейчас астрономы наблюдают огромное количество белых карликов, которые и в принципе все звезды, которые с массой, около массы Солнца и меньше пяти масс Солнца, они заканчивают свою такую одиночную эволюцию именно в форме белого карлика. Но масса у него очень большая, как вы можете тут, наверное, видеть, около 200 с лишним масс Юпитера, то есть размер только, размера Земли, то есть это очень плотные довольно-таки такие звезды, и один кубический сантиметр этой звезды весит несколько тысяч тонн. Ну и астрономы наблюдают большое количество таких вот образований, так называемых планетарных туманностей, когда эта оболочка, она постепенно рассеивается в межзвездной среде. Когда у нас возникает другой вопрос. Хорошо, вот мы сумели образовать кислород и углерод, а как же быть с остальными элементами? Ответ кроется в том, что существуют еще звезды гораздо более массивные, чем наше с вами Солнце. Вот здесь представлена схема такой звезды, это звезда сверхгигант, она чем-то похожа на самую настоящую луковицу, особенно ее внутренние части. Значит, вот здесь схематическое ядро звезды сверхгиганта, оно имеет колоссальный размер. Значит, и вот на разных слоях у нас с вами идут различные процессы горения. И финальным элементом всего этого термоядерного горения является железо. Вот тут ради справочки я вам представляю такую небольшую табличку, сколько у нас вообще времени горит, например, для меня, когда я только начал заниматься всей этой темой астрономии, для меня стало удивлением, что, например, в один год всего лишь горит неон у нас Солнце и Кремний, за которым где-то железо горит, последние сутки существования такой большой звезды. А потом происходит интересная вещь. Значит, у вас образуется в центре железо активно, а образование элементов тяжелее железа становится энергетически невыгодным. Вы сталкиваете атомы железа, но они разваливаются, у вас элементы более тяжелые не образуются. И из-за этого центральная часть звезды становится неустойчивой. Она начинает сжиматься, наступает так называемый коллапс ядра. И в конце концов, из-за резкого такого сжатия у нас начинает на поверхность звезды распространяться ударная волна. И мы с вами можем наблюдать такое событие, как взрыв сверхновой звезды. Значит, здесь, я сейчас вам включу некоторое видео. Значит, здесь мы с вами видим звезды. Это звезды нашей галактики. А в центре, значит, спиральная галактика, похожая, чем она Млечный Путь. Значит, здесь будет отчитываться дата, а вот здесь вот красным кружочком, наверное, видно, значит, место, где через некоторое время взорвется сверхновая звезда. Давайте посмотрим. Значит, я запускаю вот видео. У нас с вами идут дни. И вот тут, посмотрите сейчас, у нас зажигается звезда. Она горит ярко несколько месяцев. Сейчас сама звезда может светить так же, как и вся галактика, как и 100 миллиардов звезд в ней. И при этом выделяется огромное количество энергии. Это все происходит на масштабе времени нескольких месяцев. То есть яркость звезды быстро увеличивается, а потом постепенно, грубо говоря, по экспоненте угасает. Астрономы были счастливцами, потому что они, например, в 87-м году наблюдали взрыв, значит, такой звезды. Она вот тут в центре показана. А здесь, значит, с экспозицией в несколько лет представлена эволюция. Значит, здесь вот вспышка сама произошла. А потом вот эта вот оболочка, она начинает разлетаться и разбрасывает вот эту вот луковицу, которая состоит из разных уже химических элементов во всей межзвездной среде. Значит, что же происходит во время коллапса, значит. Здесь представлена сама схема, значит, вот это вот ядро центральное. Его внешние части начинают падать в центральную плотную область, где у нас железное ядро. Там происходят сложные, значит, ядерные реакции фотоионизации, значит, образование нейтрина. В конце концов, ядро самого центрального, но коллапсирует в нейтронную звезду, а этот процесс сопровождается огромным количеством выделения нейтрина, которое из-за большой плотности активно обменивается, значит, с падающим газом. В итоге он начинает разлетаться. И вот сейчас проводятся очень сложные компьютерные симуляции, многомерные, гидродинамические, с учетом термоядерного горения. Здесь вам, значит, просто представлены некоторые скриншоты к того, какие-то сложные процессы. Значит, вот здесь, например, у нас в центре образовалась молодая нейтронная звезда. Здесь у нас распространяется такой фронт ударной волны, значит, по оболочке выходит на поверхность. Это все сопровождается термоядерным горением, значит, ускорением этого фронта до примерно 10 тысяч километров в секунду. Все это дело перемешивается. И вот сейчас я вам покажу некоторые результаты симуляции. Значит, у нас есть видео даже того, значит, это расчеты проводились на суперкомпьютере, они основаны на решении сложных уравнений математических, описывающих, значит, физику всего этого процесса. Значит, здесь у нас взрывается звезда массой 10 масс Солнца. Здесь у нас параметры схожи в обоих случаях. Слева у нас имеется более сильное вращение центрального ядра. Значит, далее цветом здесь показывается энтропия, но, грубо говоря, можно считать, что это температура, значит, красная область, это такие более горячие, синие более холодные. И еще раз обращу ваше внимание, вся звезда в целом, она больше размеров вообще, значит, этого экрана. Мы с вами видим только центральную часть, где у нас с вами такая лукообразная структура находится, которая у нас с вами испытывает калат. Давайте же посмотрим, как это происходит. Значит, обращу ваше внимание, что мы с вами сейчас говорим про масштабы времени миллисекунды. Это все происходит очень быстро. В это время здесь у нас с вами различные неустойчивости возникают. Значит, в уравнении включен перенос нейтрино, который в конце концов передает импульс разлетающейся оболочки. Значит, здесь из-за вращения особенно у нас такие вот струи возникают, джеты, которые в конце у нас первыми врываются на поверхность звезды. Это дело все ускоряется, как вы можете видеть. А вот когда у нас с вами нет вращения, это все дело эволюционирует чуть помедленнее. Но когда я говорю чуть помедленнее, все равно, дайте внимание, здесь мы говорим про миллисекунды. Этот процесс происходит в очень короткое время. Сейчас мы с вами наблюдаем как раз, как звезда, у которой чуть меньшее вращение, испытывает такое термоядерное нестабильное горение. Грубо говоря, это похоже чем-то на неконтролируемую цепную термоядерную реакцию горения. Ну и да, и масштабы времени, конечно, есть очень короткие. Потом эта ударная волна вырывается на поверхность звезды, и мы видим уже потом яркую вспышку, которую я показывал на предыдущей картинке. И астрономы, конечно, когда эта уже ударная волна вырывается, значит, звезда внешней части начинает разлетаться со скоростью примерно 10 тысяч километров в секунду, и мы с вами можем видеть, астрономы наблюдают такие вот остатки взрывов сверхновых звезд. И вещество, конечно, это все, оно выбрасывается в межзвездную среду, в галактику. Это все дело перемешивается, а потом, конечно, из этого вещества могут формироваться уже звезды следующего поколения, а то и планетные системы. Ну и здесь представлены некоторые как раз остатки взрывов сверхновых звезд в нашей с вами галактике. А здесь комбинированное изображение между рентгеном, это очень, светит очень горячий газ, он показан синим цветом, и такие вот желто-красным, это у нас, если не ошибаюсь, оптическое излучение. Значит, хорошо, вот мы с вами взрываем теперь звезды, но это все равно не шает нашей проблемой, потому что мы с вами пока что в ходе нуклеосинтеза в звездах смогли только сформировать элементы до железа. Значит, тут у нас с вами цепочка стабильных термоядерных реакций заканчивается. Но с другой стороны, у нас с вами еще огромная куча химических элементов, значит, в таблице Менделеева. Откуда же они берутся? Вот оказывается, значит, на стадии красного гиганта у нас могут быть особые условия в центре, значит, которые способствуют образованию элементов более тяжелых. Это происходит благодаря так называемому S-процессу, от английского S-slow. Значит, стоит такой этот процесс, значит, медленного захвата нейтронов. Значит, вот в центре у нас, я вам уже говорил, образуется железо за счет термоядерных реакций, а реакции дальше, значит, не протекают. У вас ядра железа при взаимодействии с фотонами разваливаются обратно на гелий и образуются нейтроны. Вот эти вот нейтроны, они начинают захватываться железом. Значит, здесь представлен как раз на графике процесс, как это происходит. Значит, по горизонтали я отсчитываю атомное число, это количество, значит, протонов и нейтронов. Значит, то есть мы с вами перескакиваем на одну клеточку по горизонтали, значит, у нас получается изотоп, в данном случае ртути. Потом это ядро становится радиоактивно нестабильным. И оно имеет некоторое время распада, оно испытывает радиоактивный распад, но уже элемент следующий. Вот так вот по цепочке мы с вами можем перемещаться. Для этого должны быть определенные условия. Это температура в центре больше, примерно, 100 миллионов градусов и очень большая концентрация нейтронов, как вы можете видеть. И это происходит на масштабах времени несколько тысяч лет, то есть на финальных стадиях эволюции, еще до взрыва. Теперь, как мы можем об этом вообще узнать экспериментально? Я вам могу тут какие-то сложные теории задвигать, а вы можете возродить, что может быть это все неправда. Ответ такой, что есть некоторые наблюдаемые свидетельства. Есть класс звезд, гигантов, которые пульсируют. Здесь представлена такая вот схема. Благодаря некоторым физическим механизмам звезда начинает совершать радиальные пульсации, и из-за того, что она очень сильно раздулась, у нее маленькая гравитация на поверхности. Это вещество в результате каждого импульса может выбрасывать вещество в окружающую среду. И отлетев на некоторое расстояние, у нас температура заметным образом снижается, и газ уже такой горячий у нас начинает конденсироваться в пылинке. А вот здесь я вам сейчас покажу анимацию того, как космический телескоп Хаббл наблюдал в течение нескольких дней, месяцев вот такие вот импульсы у звезды. Сейчас я вот включу видео. О, значит, о, пардон. О, с вами ничего не работает анимация. Но, не знаю, видно вам или нет, но здесь вот такой вот световой эхо распространяется. Вот этот вот газ, который постепенно истекает от, значит, пульсирующей звезды. И теперь, что было сделано? Вот есть такие звезды, они выбрасывают активное вещество. Значит, в начале двухтысячных НАСА запустило космическую миссию. Она называется Stardust. Значит, что было сделано? То есть, значит, комета пролетала в Солнечной системе. Аппарат должен был пролететь через хвост кометы. И с помощью вот такого вот массива из аэрогеля, это очень легкое вещество, такое пористое. Оно пролетело через хвост кометы, и вещество, пыль, которая выбрасывается, значит, в хвосте кометы, она вот захватывалась, врезалась вот в эти самые ячейки с аэрогелем. Значит, потом аппарат отправил контейнер с этим ценным грузом на Землю. Значит, были сфотографированы, было сфотографировано огромное количество этих ячеек. И там 30 тысяч, если я не ошибаюсь, добровольцев, значит, искали пылинки. Значит, вот здесь вот такой вот кусочек этого аэрогеля. Вот эти такие вот треки, значит, с частицами, значит, вещества из кометной пыли. А вот здесь вот ученые перед тем, как, значит, разбирать этот массив на отдельные элементы и, значит, перед тем, как изучать их структуру. Так вот, значит, если мы с вами начнем думать, значит, как же, значит, в комете у нас с вами могли появиться пылинки от каких-то там, значит, выбрасывающих пыль звезд. А ответ такой, что, значит, наша с вами солнечная система, значит, кометы, астероиды, планеты Солнца сформировались из единого газопылевого облака. И, возможно, еще до появления Солнца у нас была какая-то звезда вблизи и в окрестности, которая как раз находилась на стадии таких вот некоторых пульсаций. Она выбрасывала это вещество, этот газ. Потом этот газ оказался в протопланетном диске нашего с вами Солнца. Потом оттуда сформировалась комета, значит, и к счастливому теме обстоятельств для этой комета, эта кометная пыль была захвачена космическим аппаратом. Вот здесь на схеме, на фотографии можете видеть такой пример, значит, звездной такой пыли. И ученые провели химический анализ, и они нашли, значит, что вот тут, значит, отношение двух изотопов, значит, кислорода по вертикали и по горизонтали. И вот солнечное значение для солнечной системы, которое ученые получили с помощью анализа астероидов. Оно вот показано вот здесь вот. И у нас идет группа 1 и группа 4, где химический состав, изотопные отношения кардинальным образом отличаются от солнечного. И, значит, ученые там вот в статье в Science, они показали, что вот эти вот пылинки как раз, значит, пронумерованные там группа 1, группа 4, группа 3, они являются результатом как раз вот эволюции таких вот пульсирующих звезд, значит, где происходят у нас медленные S-процессы. Значит, все хорошо, мы с вами можем объяснить еще большее количество элементов таблицы, но у нас все равно вот есть такие вот темные острова, значит, происходящие, которых нам не ясно. Например, не ясно, откуда у нас с вами берется золото, значит, потому что, чтобы образовать золото, как оказывается, нам нужны еще более высокие концентрации нейтронных, мы должны еще сильнее, еще быстрее, значит, бомбардировать наши с вами ядра. Вот, оказывается, такие условия есть и в нейтронных звездах. Значит, я показывал симуляцию со взрывом звезды, вот центральный объект нажимается в нейтронную звезду, вот это такой шарик размером 10 километров, я для интереса в том же масштабе, значит, представил карту Ишкаралы, значит, этот шарик размером примерно 10 километров, это очень плотная звезда с массой примерно полторы массы Солнца, и это означает, что у вас колоссальная плотность, где у нас действует 14 грамм на сантиметр кубический, это такая вот ядерная экстремальная состояние вещества с огромными, очень мощными магнитными полями, для сравнения, я тут представил магнитное поле нашей планеты. Вот, оказывается, значит, у Вселенной звезды у нас смогут рождаться парами, эволюционируют в таких двойных системах, и у нас есть нулевая вероятность того, что у нас две нейтронные звезды вращаются вокруг общего центра масс. И вот оказывается, есть процесс, когда у нас происходит слияние двух нейтронных звезд, они ускоряются в этот момент до огромных сокростей, значит, сближение происходит благодаря тому, что у нас с вами излучаются гравитационные волны, я их чуть попозже коснусь. Значит, эти вот две звезды сливаются, у нас в маленькой области происходит очень большая концентрация нейтронов, реакции, значит, захватами идут более активно, и в конце концов у нас, значит, обактившиеся нейтроном ядра, значит, у нас разбрасываются из-за мощного взрыва в межзвездную среду. Значит, и этот процесс сопровождается излучением электромагнитных волн, которые могут быть, значит, задетектированы с помощью телескопов. А также у нас происходит излучение гравитационных волн. Вот сейчас, значит, я вам покажу такую тоже анимацию. Здесь у нас вот две нейтронные звезды, и здесь, значит, представлено вот цветом, значит, то, как у нас испускаются гравитационные волны, вот такая вот эта нейтральная поверхность, воображаемая, она показывает, как у нас с вами пространство-время искривляет за счет того, что эти объекты создают экстремальную гравитацию. А вот этот график будет показывать вам, как меняется, значит, гравитационно-волновой сигнал. Значит, вот у нас с вами эти объекты заближаются, пространство-время еще сильнее, вот, значит, искривляется, как вы можете видеть. Наступает такой экстремальный момент, когда у нас такая вот дрожь возникает, ряд пространства-времени. Частота стоит очень большой и, в конце концов, эти два объекта коллапсируются в черную дыру или нейтронную звезду в зависимости от, значит, остаточной массы. Как же, значит, эти гравитационные волны астрономы обнаруживают? Значит, вот есть специальные телескопы, они называются гравитационно-волновыми антеннами. У нас есть очень мощный лазер, который светит, значит, излучением на специальную полупрозрачную пластинку, и у вас один луч разделяется на два. Один уходит в сторону одного зеркала, а второй в сторону другого. Отражаются от этих двух зеркал и собираются вот в этой вот точке. А теперь, значит, у вас через эту систему проходит гравитационная волна, она у нас, значит, искажает пространство-время. Вот тут такая вот схематическая картинка представлена. Что будет, если мы возьмем кольцо из частиц и через нее будем пропускать, значит, в сторону нас гравитационную волну. Она будет вот так вот колебаться. Это означает, что если вот через эту систему сверху вниз у нас проходит гравитационная волна, расстояние между зеркалами, оно тоже также будет меняться. И вот это вот, и вот здесь, значит, когда у нас оба луча накладываются друг на друга, у нас будет некоторый сигнал. Но этот процесс очень сложно, значит, сделать технически, потому что мы с вами говорим о смещении зеркал друг относительно друга из-за гравволны. На масштабах времени меньше размеров атома во много-во много раз. Есть минус 18. И ученым и инженерам только несколько лет назад удалось добиться значительного технического прорыва. Потому что, чтобы сделать такую чувствительную антенну, вам нужно сделать отличную изоляцию от сейсмических процессов. Вам нужно заготить все тепловые процессы, которые связаны с дрожанием атомов из-за теплового шума. Но ученые сумели это сделать. Значит, была вручена Нобелевская премия несколько лет назад за открытие гравитационных волн. И, значит, в 2017 году произошло событие слияния нейтронных звезд, которое сопровождалось гравитационно-волновым сигналом. Вот здесь на графике представлена настоящая гравитационно-волновая антенна, значит, там вот Лайго, значит, телескоп, который находится в Америке, два инструмента, и один инструмент, Вирго, находится в Италии. Значит, здесь вот представлено время, а по вертикали частота. Значит, сначала нейтронные звезды были на большом расстоянии, поэтому частота была маленькой. Они начинают сближаться, вращаться быстрее и быстрее вокруг общего центра масс. Поэтому частота начинает увеличиваться, в некоторый момент они сливаются. Потом проходит несколько секунд, значит, и космический телескоп Ферми, это инструмент космический, который чувствителен к жесткому гамма-излучению. Гамма-излучение у нас, например, возникает, когда взрывается ядерная, значит, бомба, либо, например, вокруг черных дыр, в активированных ядрах галактики происходят очень мощные процессы. Это очень высокоэнергичное, опасное для человека излучение. Значит, у нас такая вот вспышка произошла, гамма-излучение. Чуть похоже космическая обсерватория «Интеграл». Она наблюдает Вселенную в уже рентгеновских лучах. Это тоже опасные, но менее энергичные лучи. Тоже вот такая вот вспышка произошла. Значит, если бы у нас произошло слияние двух, значит, черных дыр, у нас бы с вами не было электромагнитного такого вот сигнала в рентгене и в гамма. Значит, отсюда был сделан вывод, что, скорее всего, у нас слились нейтронные звезды. Значит, а потом уже с помощью трех антенн удалось локализовать место, откуда пришел сигнал. И астрономы посмотрели, это была галактика. И там загорелась вот такая вот яркая звезда, как обычная, значит, сверхновая, которая потом потускнела через несколько месяцев. А здесь вот рисунок художника, как вот это вот электромагнитное излучение в виде таких струй у нас с вами формировалось. И вот НАСА во время пресс-релиза сделали даже такой вот красивый анимат. Вот давайте посмотрим, значит, как это у нас происходит. Это такой рисунок художника. У нас с вами сливаются, значит, две такие вот нейтронные звезды горячие. Все взрывается, значит, запускаются реакции, значит, с охватом вещества. И у нас вот, видите, обогащенное нейтронными вещество, в том числе и золото, активно разбрасывается в межспезанную среду. Поэтому после этой лекции вы можете смело говорить, что золото, которое у вас там есть на украшениях, оно является результатом, значит, слияния нейтронных звезд. Значит, касательно первой части, здесь, значит, мое заключение. Значит, вот здесь у нас таблица представлена. Я, конечно, не уходил в детали по поводу того, как билели образуются, литий. Значит, это уже такие тонкости, на которых, в сожалению, нет времени. Вот. А здесь у нас, в принципе, самори. То есть у нас гелий и водород, они обозначены синим цветом. В основном образуются момент большого взрыва. Потом есть группа элементов, значит, желтым показана она, и зеленым. Они образуются в результате, значит, взрывов звезд. И вот фиолетовым показаны элементы, в основном, которые образуются за счет слияния, значит, нейтронных звезд. На этом, наверное, мы сделаем небольшой перерыв. Вот. И продолжим уже касательно того, как астрономы, собственно, меряют эти химические элементы. Мы с вами остановились на том, что, значит, элементы у нас, большая их часть, с исключением, значит, наверное, те, что созданы человечеством, у нас образуются, значит, в звездах в основном. А теперь, конечно, возникает вопрос, как мы вообще эти элементы там в звездах меряем. Как мы можем сказать, что вот там, например, на Солнце больше всего водорода, а, например, какого-нибудь Европе или Урана очень-очень мало, значит, по сравнению с тем же самым железом. Значит, ну, во-первых, за этим вопросом, значит, надо идти к астрономам. Значит, астрономы у нас проводят наблюдения, значит, звезд с помощью телескопов. Значит, здесь вот вам представлена картинка так называемого очень большого телескопа. Этот инструмент находится в Чили, в пустыне горной Атакама. Каждый из этих телескопов имеет диаметр зеркала 8 метров. Значит, у вас от звезды далекой падает свет вот на это вот зеркало, 8-метровое, но имеет такую вогнутую параболическую форму. Оно отражается и собирается, значит, наверху там, либо сбоку, в специальном детекторе, который его анализирует. Так как же это все у нас анализируется? Вот, значит, есть такая очень простая, значит, такое простое устройство, схематические призма, и все, наверное, слышали про эксперимент Ньютона, который, значит, разложил солнечный белый свет в такую радугу, которая в физике у нас с вами называется спектром. Значит, а вот это вот такая вот картинка уже современного спектрографа с огромным количеством линз сложных систем. Сейчас они еще и находятся в вакууме специальном и охлаждаются, значит, до низких температур. А вот здесь картинка представлена солнечного спектра. То есть мы с вами взяли обычную призму, разложили свет в радугу, только эту радугу мы посмотрели с очень большим разрешением. Значит, и вот вы видите, что, значит, эта радуга, она не сплошная. У вас вот есть такие темные полосы. Вот оказывается, каждая из этих темных полос образовалась благодаря тому, что в Солнце либо в звезде был некоторый, значит, атом, который поглотил свет с определенной длиной волны. И вот группы этих линий, они несут очень важную информацию о химическом составе. Вот, значит, на следующей картинке вы можете видеть спектры. Значит, по вертикали я тут отложил температуру. Вот здесь примерно у нас 3500 градусов. Здесь у нас около 80 тысяч градусов. А вот здесь это просто звезды, их названия идут. И вот вы можете видеть, что, например, для вот Солнца здесь, значит, имеет класс G7. Оно вот тут примерно сидит между вот этими двумя звездами. И вы можете заметить, что здесь у нас очень яркие линии железа, например, и магния. Когда мы идем к более высоким температурам, у нас начинают доминировать линии, связанные, значит, с водородом. Там вот H-бета, H-альфа. А при еще более высоких температурах, около свыше 8 тысяч градусов, у нас уже начинают в спектре появляться линии уже гелия. И вот астрономы берут, значит, проводят такие вот детальные наблюдения. Спектры, значит, с набором спектральных линий собирают. А теперь возникает вопрос, а как же мы можем вообще отличить, что вот эта темная линия, она, например, к нам пришла от железа, а вот эта вот темная полоса, она нам, значит, пришла, например, от какого-нибудь кислорода. Значит, чтобы это понять, нужно моделировать процесс распространения света в атмосферах звезд. Какая лучше всего изученная звезда? Это, конечно же, наше с вами Солнце. Вот мы с вами можем посмотреть. Здесь фотография, две фотографии поверхности Солнца под большим увеличением. Значит, вот в центре вы видите такое темное образование. Это солнечное пятно, а вот вокруг область похожа на некоторую рябь. Значит, и для сравнения еще представлена Земля. Сейчас я покажу, значит, ролик вот сюда. Давайте посмотрим. Вот видите, у нас похоже на то, что Солнце таким как-то неким образом кипит. Значит, этот процесс, значит, Солнце у нас с вами имеет внешнюю конвективную, так называемую, оболочку. Процесс очень похож на то, как вы берете, значит, чайник, наливаете воду, начинаете греть, она начинает кипеть. Значит, теплая вода поднимается наверх, охлаждается, идет вниз. У вас такой процесс перемешивания происходит, который называется конвекцией. Вот на Солнце то же самое происходит, только с плазмой уже. То есть у вас горячие потоки плазмы поднимаются снизу, выходят на видимую такую вот поверхность, растекаются, становятся такими более темными и уходят вниз. И вот время жизни вот таких вот гранул, так называемых, на Солнце составляет около 10 минут. Иногда вместе с плазмой, значит, могут всплывать линии магнитного поля. Вот в таких местах у нас образуются области, которые называются солнечными пятнами. Значит, в этих местах магнитное поле примерно в тысячу раз больше, чем на обычной поверхности. То есть тут линии концентрируются у магнитного поля, и оно начинает управлять тем, как двигаться плазме. И вот эта вот конвекция, это перемешивание вот в этой вот центральной области пятна, оно останавливается. И плазма начинает вытекать, значит, из таких боковых стенок, огибая вот эту плазму. И получается вот такая вот полутень пятна, так называемая. Вот, как ни странно, вот температура этой темной, вроде бы как казалось, области составляет примерно 4-5 тысяч градусов. Для сравнения, температура желтой области около 5700 градусов. И вот, для того, чтобы понять, какие же мы с вами видим спектральные линии, мы должны понять, как свет распространяется вот в такой вот перемешивающейся среде. Для этого математически нам нужно решить очень сложное уравнение, значит, гидродинамики и того, как свет, значит, переносится в этом такой вот среде. Естественно, моделировать все Солнце очень трудно. Это до сих пор нерешенная задача с вычислительной точки зрения, потому что у вас на поверхности, значит, давление, значит, к центру меняется на огромное количество порядков. И даже самый совершенный суперкомпьютер вам не сможет посчитать всю звезду. Поэтому обычно астрономы, которые занимаются, значит, теорией, в том числе я в моей диссертации, мы как раз занимались моделированием, значит, атмосфер звезд. То есть мы вместо рассмотрения целой звезды рассматриваем маленькую площадку такую. Здесь мы смотрим на нее с вертикальной стороны, такой трехмерный бокс. И рассматриваем некоторое количество вот этих вот конвективных гранул. А вот здесь я вам покажу реальную стимуляцию уже, компьютерную модель. Сейчас я попробую запустить. Вот вы здесь можете видеть, это результат уже компьютерных симуляций, значит, поверхности Солнца. С учетом магнитного поля, значит, плазма у нас, как я вам уже говорил, поднимается вот наверх. Это такие более светлые участки. Потом, охлаждаясь, она уходит вниз. Значит, она представлена здесь такими темными линиями. И время жизни гранул таких на Солнце составляет около 10 минут. И, конечно же, в зависимости от звезды у нас геометрия и поведение этой конвекции может существенным образом меняться. Уже были проведены огромное количество, значит, вычислений, расчетов. Здесь каждый такой вот бокс – это отдельная, значит, компьютерная симуляция трехмерная. Вот здесь вот я представил схематическую картину, как это выглядит. То есть у вас внизу, значит, там некоторые граничные условия задаются. Вот в этом вот трехмерном боксе решаются сложные уравнения с учетом конвекции, всего этого перемешивания. Значит, в плазме это все у вас происходит. И сверху вы считаете, как же вот свет, поле излучения, значит, уже распространяется, удаляется от звезды. Вот здесь уже представлены некоторые симуляции. Вот для различных температур вы можете увидеть видимые поверхности и для различного химического состава. Вот по вертикали я отложил, что здесь у нас наибольшее количество у нас элементов тяжелее водорода, железа здесь их меньше всего. И вы можете видеть, что есть некоторые, на самом деле, различия в том, во-первых, в яркости, а во-вторых, в самом размере гранул. У нас тоже имеются некоторые различия. Значит, и вам нужно посчитать для этих моделей для огромного количества звезд. И в целом схема выглядит следующей. Значит, наблюдатель, вот, с помощью телескопа вам, значит, дает там спектр звезд, например, либо изображение звезд в определенных цветах. Значит, это вот ваши наблюдательные данные. Теперь вы идете к теоретику. Он очень долго думает, значит, напряженно. Значит, с использованием физической теории он пишет сложные уравнения, делая некоторые предположения о том, значит, то, что мы моделируем не всю звезду, лишь только некоторую часть. Потом мы эти уравнения вгоняем уже в сложную компьютерную программу. Значит, мы включаем очень много данных касательно того, какие у нас атомы поглощают, значит, какие у них свойства электронные уровни, значит, электронные оболочки. Потом мы считаем вот эту модель атмосферы, то, что я вам показывал в предыдущем слайде, значит, с учетом перемешивания. И на выходе мы считаем уже теоретический спектр. Это теоретическую, значит, теоретическую вот эту вот радугу, значит, для каждого химического состава. И следующим шагом мы это дело сравниваем с наблюдениями. Если наши наблюдения и модели сходятся, мы делаем вывод, что мы хорошо знаем параметры звезды. А это может быть ее температура, ее химический состав, содержание того или иного химического элемента, сила тяжести на поверхности. И беря уже дополнительные данные, например, о расстоянии до звезды, мы с вами можем сказать, что мы про эту звезду все знаем и можем сделать уже следующий шаг. Например, есть такая вот область в астрономии, она называется галактическая археология. Значит, все слышали про археологию, значит, там люди отправляются в Египет, там специальных шляпок, значит, из пробкового дерева, как Индиана Джонс, значит, там ходят по всяким гробницам, изучают, значит, странные такие вот надписи на стенах и пытаются понять, значит, что же происходило в прошлом. Вот то же самое делают астрономы, изучая звезды в галактике, значит, в частности, измеряя химический состав, звездные параметры и беря информацию о том, где же эти звезды сейчас находятся. А дальше уже, применяя физические модели того, как галактика вращается, как звезды эволюционируют, мы можем вообще понять, как галактика, наш с вами Млечный Путь, формировалась в прошлом и как она сейчас эволюционирует. Например, вот здесь представлено, значит, то, как мы с вами сейчас видим галактику Млечный Путь, это современный данный. Она сейчас хорошо известна, что у нас есть, значит, два и более спиральных рукава, и в центре у нас имеется галактический такой бар, состоящий в целом из большого числа звезд. Значит, Солнце находится примерно здесь, на расстоянии от центра около, если не ошибаюсь, 25-30 световых лет. Значит, а вот здесь на картинке уже реальные данные. К сожалению, тут не очень хорошо видно, значит, я пытаюсь пояснить. Мы здесь смотрим на галактику со стороны, и вот здесь радужные точки, значит, зеленые, вот тут color bar представлены, значит, синие, вот такие вот голубоватые, желтые, зеленые и красные. Это, значит, реальные звезды, для которых померили возраст звезды. Сейчас на следующем слайде я покажу это более детально. Значит, вот этот результат анализа огромного количества данных по горизонтали отложено расстояние от центра галактики, 0 – это центр галактики. Мы сидим, значит, вот где-то примерно здесь, от Солнца 8 килопарсек, такие вот единицы специальные, а по вертикали у нас расстояние от галактического диска, от плоскости. Мы все звезды отложили, значит, как функцию радиуса. И вот цветом здесь показан возраст звезды, значит, вот на этом color bar. Вот желтым белым цветом показаны более молодые звезды. Вы можете видеть их возраст порядка, значит, одного миллиарда лет. И они все концентрируются в таком тонком слое, в тонком галактическом диске, так называемом. А потом есть уже так называемый толстый диск, он более распространенный по вертикали, где у нас уже доминируют более старые звезды возрастом, ну, около 10-8 степени лет. Значит, да. Еще что интересно, вот в центре у нас более старые звезды находятся. По мере отдаления, значит, у нас радиус увеличивается, и у нас становится больше и больше молодых звезд, потому что во внешних частях гораздо больше газа, и у нас там процесс формирования звезд все еще продолжается, в то время как галактический центр у нас обеднен касательно газа и процесса образования звезд. Значит, все эти упражнения можно сделать, можно смотреть вообще на отдельные участки галактики и смотреть, например, как галактика из каких частей она формировалась, потому что сейчас считается, что галактики образуются путем слияния более мелких галактик. Сейчас я вам покажу некоторую симуляцию. Значит, эта группа, значит, тоже работает в Германии. Эта симуляция называется Эластрис. Значит, на огромном объеме решается сложное уравнение, и ученые просто читают, как у нас галактики формируются. С учетом расширения Вселенной это все решается в 3D. Значит, здесь я вам представлю свет от звезд, то, что, в принципе, астрономы наблюдают. А вот на правом, значит, графике будет представлен газ холодный, который напрямую не светит. И вот мы сейчас с вами посмотрим, как вот такая вот галактика у нас образуется. Сейчас попробую запустить симуляции. Значит, вот вы видите, тут время, значит, там мерится в определенных единицах. Вот у нас с вами галактики. Значит, пока еще более, значит, крупные объекты у нас поглощают более мелкие, как вот, например, здесь можете видеть. В звездном свете это не так интересно. Вот в газы, значит, в лучах холодного газа, вот вы можете видеть сейчас, у нас очень много газа, значит, сливается, и это создает, порождает вспышку образования звезд. Вот этот процесс может, значит, длиться там сотни миллионов, в несколько миллиардов лет, и вот в нашей, например, локальной группе вообще во Вселенной вот сейчас вот произошла вспышка образования звезд, и очень много звезд образовалось, и они своим излучением, значит, начали уже выдувать газ. Вот сейчас это тоже наблюдали. А вот над звездом все эти, в принципе, это просто слияние, такой танец с постепенным поглощением более мелких галактик. И в конце концов у вас образуется какая-то одна галактика. Сейчас это современная точка зрения по поводу того, как формируются галактики. Причем это можно видеть на наблюдениях. Вот здесь наблюдение с помощью космического телескопа имени Хаббл огромного числа сливающихся друг с другом галактик. А это тоже еще одна такая вот компьютерная симуляция. Что же касается Млечного Пути, астрономы такие, значит, наблюдения уже ведут довольно-таки продолжительное время. Для этого, значит, есть специальные телескопы, которые снимают все звездное небо в течение продолжительного времени. Здесь показаны результаты покрытия, значит, было покрыто все небо. Проанализированы звезды. Это все сделано, естественно, автоматизировано путем. Там методы машинного всякого обучения применяются. Обрабатываются огромное количество данных. То, что называется big data. Значит, и вот здесь вы можете видеть, значит, плоскость нашей галактики. Там в специальных координатах галактических, значит, широта и долгота. Но мы так детальнее будем погружаться. А вот этими вот отдельными цветами, такими полосочками, желтой, например, фиолетовая, это показаны такие вот потоки звезд, которые все еще вращаются вокруг Млечного Пути. А вот здесь вот такая вот схематическая картинка, как это примерно выглядит. То есть у вас Млечный Путь, вокруг пролетает маленькая галактика, гравитация захватывается, приливными силами разрушается, вытягивается в такой поток, совершает несколько оборотов. Вот эти вот потоки здесь как раз вот представлены, на них у всех уже имеются названия. Эта программа как раз наблюдения, значит, еще продолжается. Если я вас не убедил этими слайдами, что процесс влияния галактик продолжается, тогда для меня для вас плохие новости, потому что в будущем, как уже показали наблюдения, наша Земля, вернее, наша галактика Млечный Путь, она сольется с галактикой Андромеды. Вот я вам сейчас рассказывал, значит, первую часть лекции уже прошло больше часа, и за это время эта галактика приблизилась к нашей галактике Млечный Путь примерно точно такой же, на несколько, значит, тысяч километров, и процесс сближения, он продолжается. Причем этот объект можно увидеть обычным глазом. Если вы более-менее знаете астрономию, вы можете выйти вот зимой ночью, созвездие Андромеды, увидите такой слабой туманной пятнышкой. Конечно, вы такой большой диск не увидите. Здесь, кстати, для сравнения я еще нарисовал Луну. Вот это в натуральном, значит, размере, масштаб один к одному. Реально, когда вы видите глазом, мы наблюдаем только маленькую центральную, самую плотную часть. Потому что наши глаза, значит, наши зрачки очень маленькие, мы очень мало света собираем. Если бы вместо наших глаз был бы огромный телескоп, то мы бы с вами смогли увидеть гораздо больше света от этой самой галактики. Так вот, эта галактика к нам приближается, и примерно через несколько, через три, по-моему, миллиарда лет у нас произойдет некоторое слияние. Оно будет происходить в несколько, значит, заходов. И вот здесь, как художник себе представляет, как на небе это все будет меняться. Здесь Млечный Путь, а маленькое светлое пятно – это туманность Андромеды на данный момент времени. Потом она будет приближаться, становиться все ближе и ярче. Потом произойдет первое сближение, у нас газ начнет уплотняться, начнут активно формироваться звезды, на Земле какой-то вообще вальс будет происходить. И в конце у нас из-за слияния образуется такая вот галактика. И уже астрономы гадают, как же назвать вот будущую слившуюся галактику. Либо назвать ее Млечная Андромеда, либо Андромедный Путь. Вот пока как именно назвать – не совсем ясно. Но это будет не скоро. Значит, мы все говорили про слияние галактик. На самом деле в масштабах галактик есть тоже очень интересные вопросы, на которые астрономы пытаются дать ответ. В частности, например, а вот наше с вами Солнце, оно является такой уникальной особой звездой со своими планетными системами. И если планеты, значит, вокруг других звезд, вот начиная уже, наверное, последние 30 лет, астрономы активно ведут эту работу по поиску планет у других звезд. Здесь, значит, я нарисовал космический телескоп Кеплер, который проработал свыше 9 лет. Он наблюдал, значит, вот этот вот кусочек неба. К сожалению, не очень хорошо видно. Это, значит, это возле созвездия Лебедя и Лиры, участок неба, в течение 9 лет. Почему именно этот участок? Ну, потому что астрономы насчитали там примерно 150 звезд, похожих на Солнце, у которых потенциально... 150 тысяч звезд, похожих на Солнце, у которых потенциально могут быть планеты. Телескоп этот проработал. Значит, он наблюдал, обнаруживал планеты следующим образом. Представим, что у нас есть звезда, вокруг которой есть планеты. Во время обращения планеты вокруг звезды может наступить момент, когда планета находится между нами и звездой. В момент так называемого транзита у нас яркой звезды может упасть на некоторую маленькую величину. Эта величина может меньше процента. Для звезд типа... Для звезд типа Земли на фоне Солнца эта величина составляет примерно 10 минус 4. То есть очень слабые колебания блеска звезды наблюдаются периодически. И вот телескоп этот наблюдал огромное количество звезд. Из них он обнаружил свыше 2,5 тысяч экзопланет. Экзопланеты — это планеты у других звезд. Здесь на картинке представлено распределение вот в поле зрения этих самых звезд. Значит, у нас синим цветом здесь представлены планеты типа Земли. Их тут не так много, но они есть. Потом есть планеты, которые называются суперземлями. У них радиус больше Земли около двух раз. Потом оранжевым цветом здесь представлены планеты со размером с Нептун, которые в 2-6 раз больше размера Земли. Есть еще планеты-гиганты типа Юпитера, которые представлены красным цветом. И в надежности того, что это настоящие экзопланеты, у нас уже астрономов нет. Но возникает другой вопрос. Как мы вообще можем понять, на какой из этих планет, например, есть потенциально возможная жизнь, очень благоприятные условия для существования жидкой воды, для органической материи. Мы хорошо знаем, что, например, земная жизнь, она вся основана на углероде. И чтобы это понять, есть ли биомаркеры, так называемые, на этих экзопланетах, нужно проводить наблюдение и снимать спектр уже планеты. А это очень трудно делать, потому что звезда светит на планету, планета отражает свет, и нам нужно его расщепить в радугу и посмотреть на линии. Здесь вот теоретический расчет представлен. Сейчас я не буду покружаться в единицы, которые здесь представлены. По горизонтали у нас длина волны, это самая радуга, ее кусок. Здесь есть теоретические расчеты для... Вот синяя линия – это наша с вами Земля, желтая – это Венера, красная – это Марс, а вот синяя линия – значит, как это по-русски сказать, дэшт, пунктирная, вот точно. Значит, это суперземля. И вот для Земли, например, есть группы линий, которые связаны с водой, вот эти вот молекулярные полосы, вода в нашей атмосфере, она, значит, создает линии в инфракрасной области. Потом есть группа, значит, СО2, Н2О, СН4, они называются парниковыми газами, это тоже такой некий биомаркер. Еще есть линия азота, если мы говорим про планеты типа Земли. Но это теоретические расчеты. А что же сейчас современные телескопы могут увидеть в этих планетах? Здесь я представил как раз спектр уже реальной экзопланеты, вот с таким вот названием. Это суперземля, несколько раз больше, чем наша планета. Наблюдения представлены черными точками. Вы можете видеть, что разрешение не очень большое. В то время как теоретические модели для экзопланеты с солнечным химическим составом здесь представлены, значит, желтыми точками, для планеты, у которой вся поверхность покрыта водой. Это синяя линия, и зелененькая – это у нас чуть меньше воды. Мы можем с вами видеть, что модели очень хорошие, они все детально описывают, а вот наблюдения у нас очень мало точек, мы не можем сказать, из чего же именно стоит эта планета. И вот сейчас астрономы работают над группой с несколькими телескопами, очень мощными. Один из них – это телескоп Джеймса Уэбба, который уже скоро запустят, он придет на смену космическому телескопу имени Хаббла. Это телескоп диаметром 6 метров с таким вот огромным парусом, который будет закрывать важную аппаратуру от солнечного света. Инструмент этот будет снимать спектры с очень большим разрешением, как раз вот такого вида. Но здесь у нас будет гораздо больше точек, и мы сможем гораздо точнее определить химический состав экзопланет, а возможно найти некоторые планеты, где биомаркеры похожи на нашу с вами Землю. Это самый совершенный пока инструмент, о нем можно бесконечно говорить, в том числе эти совершенные зеркала, сверхлегкие из нерасширяющегося бериллия вместе с золотом. Все зеркало у нас раскладывается внутри небольшой ракеты, а потом уже после выхода в космос оно медленно раскрывается, и точность этого раскрытия составляет доли микрона. А этот телескоп запускается НАСА совместно, основной организацией НАСА вместе с несколькими европейскими странами Канады, Японии. И европейское космическое агентство, и европейское комьюнити, оно сейчас начало строить так называемый экстремально большой телескоп. Я вам на предыдущих слайдах показывал очень большой телескоп. Там четыре инструмента было, диаметр зеркала у них был 8 метров. Вот здесь схема того инструмента нынешнего, а здесь будущий телескоп. Он будет запущен уже в наблюдение в 2025 году. У него диаметр зеркала уже составляет 40 метров, то есть мы можем уже очень слабые объекты наблюдать, или много света собирать от экзопланет и уже анализировать детальные спектры. И я думаю, что в ближайшие 10 лет мы с вами поймем очень много касательно того, какие же атмосферы бывают у экзопланет. А может быть, мы обнаружим планету, которая будет очень схожа с нашей самой Землей, с очень важными биомаркерами так называемыми. На этом я, пожалуй, закончу. Спасибо за внимание.